Всех приветствую на семинаре по практическим приемам этичного хакинга. Меня зовут Сергей Клевогин, я инструктор в Центре компьютерного обучения специалист, где мы собрались. Имею много разных статусов. Имею статус этичного хакера, аналитика, расследователя компьютерных инцидентов, руководителя службы информационной безопасности. Имею статус мастера по этичному хакингу, высшую техническую квалификацию, мастера по тестированию на проникновение. Почему такие сертификаты имею? Потому что экзамены сдаю. А зачем сдаю? Затем, что мы проводим различные курсы по информационной безопасности. И если на сайт специалист зайти, тут и про курсы написано. Их более тысячи в Центре компьютерного обучения. Но вместе с курсами мы проводим и семинары, на которых какие-то дополнительные темы обсуждаем. И специалисту семинары хорошо проводить, а курсы рассказать. А я такие семинары провожу. Мне интересно, чтобы рассказать какую-то тему, чтобы на курсах по безопасности у меня была уверенность, что студенты компетенциями в этой области обладают. И что эту тему можно на курсе не рассказывать, а можно сослаться на то, что эта тема детально рассказана в каком-то семинаре. Ну и что, что он в открытом доступе бесплатный. Она все равно к курсу относится. Но в последнее время наши семинары, они не такие, что подготовительные. А мы проводим семинары уже для квалифицированных специалистов, кто учился, продолжает обучение на высоких курсах. И мы хотим показать уровень того, что мы изучаем на курсах. Да, в специалисте есть самый главный курс, курс по этичному хайпингу. На мой взгляд, это самый лучший курс, который есть в специалисте. Вот есть семинары бесплатные, есть курсы. И самый главный курс – это курс Certified Technical Hacker, курс по этичному хайпингу. Две с половиной тысячи человек его закончило. Как впечатление? Вот можно отзывы почитать. Народ пишет, нравится. Теперь этот курс, он как бы главный, но не один. К нему есть подготовка, а есть и продолжение. За пять дней как стать хакером? Надо, естественно, готовиться. Но после того, как курс прошли, мы хотим дальше учиться. Соответственно, есть трейк курсов. Давайте научимся основам, потом администрированию, потом конфигурированию, потом вот этот вот курс и сертификация хакера, потом анализ безопасности, расследование инцидентов и вперед в мастера. Те семинары, которые сейчас, они уже не здесь, а больше здесь. Больше для выпускников курса по хакингу, анализу безопасности, ну или чтобы вы получали впечатление о том, какая квалификация есть у хакера, когда он учится на курсах по информационной безопасности. Как такую квалификацию проверить? Мне нравится играть в последнее время в платформу HackTheBox. Да, есть такой сайт HackTheBox.eu, можете туда зайти, зарегистрироваться и увидеть, что здесь есть машинки, что здесь есть задачи. Вы можете решать задачи, можете не решать, но, может быть, вы хотите решать. А еще есть машинки, у машинок есть айпишки, если хотите, к этим айпишкам подключайтесь, вот айпи-адрес, а тут целый сайт, у вас есть разрешение этот сайт взламывать. Издается подключение к этому сайту, и вот через VPN у меня еще один айпи-адрес появился. Через этот айпи-адрес я могу ходить на эти сайты, ой, как настоящий. Он так и есть настоящий, только уязвимый. А еще есть какой-нибудь сайт? Ну, есть, например, вот такой вот сайт. Вот здесь чатятся люди. А тут какой-нибудь сайт есть, но пароль нужно сказать. И вот мы проверяем безопасность таких сайтов. И в чем особенность? В том, что пока вот эти машинки в горячем состоянии, нельзя рассказывать, как вы эту машину взламываете. А каждую неделю выходит новый компьютер. Соответственно, один компьютер выходит в архив. И тут уж начинается. Начинают рассказывать все наперебой, как они эти машинки взламывали. Вот в том числе и я. Вот сейчас пару машинок показал, да, про них нельзя рассказывать. Хотя я их тоже взломал. Но на прошлом семинаре мы собирались. Я показывал машинку, называлась машинка Криптос. И я говорил, нельзя рассказывать, пока за нее еще соревнуются. Сейчас она в архив вышла. И, пожалуйста, вот сколько человек ее взломало, аж 300 человек более. Вот можно рассказать, как мы ее взламывали. При этом, как можно рассказать? Рассказать можно вот так. Так, вот я вот видюшку записал. И вот могу вот такое вот видео на час. Со звуком, без звука. Ну, давайте буду рассказывать с самого начала, как я эту машинку с этим IP-адресом атаковал. Вот я запустил OpenVPN подключение. Есть у меня IP-адрес. Вот моя Kali Linux. Вот я уже к ней подключился. И вот у меня есть Proxy. И я начинаю тут что-то делать. Но так следить сложно. Сложные манипуляции, операции. Что тут происходит, трудно уследить. На семинаре же, я говорю, это, конечно, хорошо. Можно смотреть отдельное прохождение. Но я хочу вам подчеркнуть основные моменты, основные приемы, которые нужны хакеру. И заодно я обращаю внимание на то, как мое искусство взлома связано с курсами. То есть я хочу не только похвастаться, смотрите, какой я умный, я взломал машину. Моя главная задача – объяснить, откуда я этому научился. Чтобы вы тоже могли такие приемы у себя использовать. И поэтому я не только ссылаюсь на то, что есть такая техника, но и обращаю внимание, откуда, какие знания можно подчеркнуть. В частности, вот программа курса такого, программа курса такого. Так, мы собрались уже не в первый раз. И в этот раз про криптос хочу рассказать, как на прошлом семинаре обещал. Как мы видим, есть сайт. В 80-й порт подключаемся. Хотим доступ к системе получить. А веб-сервер от нас требует, чтобы мы ввели логин, пароль. А мы логин, пароль не знаем. Мы никогда логин, пароль не знаем. Админ, админ не подходит. Что делать? Конечно, если вы хоть один курс по безопасности проходили, вы знаете о том, что есть прокси-сервер. Вы знаете, как его запустить. Вот у меня вот прокси-сервер. Вот я ходил на сайты. И есть у меня уже история того, как я на различные сайты ходил. Вот прокси-сервер показывает мою коммуникацию, которая у меня была с разными сайтами. Если я сейчас зайду на какой-то сайт, где я тут хотел логин, пароль ввести и не знал, то как я вводил логин, пароль, как меня не пустили, прокси-сервер мне доложит. Скажет, вот ты отправлял запросы, а тебе в ответ все хорошо, но ошибка. Поэтому мы уже можем этим пользоваться. Мы уже знаем, что такое прокси. Это и на курсе по защите от хакерских атак, и на курсе по хакингу, и на курсе по межсетевому взаимодействию. Какие только есть треки, мы это изучаем. Поэтому я запускаю такой вот прокси-сервер, чтобы за коммуникациями следить. А еще вы, наверное, знаете, что я люблю в окси-прокси использовать расширение. Ну, можно, конечно, два разных браузера использовать. Например, через Chrome я буду ходить без прокси, а через Firefox буду ходить через свой прокси. Но я так не делаю. Я поставил себе расширение фокси-прокси. И, кстати, очень удобно. Здесь есть параметры. Ходи через мой прокси-сервер, который я вам показываю. Вот он, который мы на курсе изучаем. Ходи в том и только в том случае, если ты пойдешь на какие-то такие машинки. Вот, на 10.10 пойдешь, на хак-забокс пойдешь, ходи через прокси. На сайт специалиста пойдешь, ходи напрямую. Не хочу следить, что там на сайте специалиста. Поэтому мне очень удобно таким расширением пользоваться. Вот, что я сделал. Я настроил фокси-прокси и вижу вот такое вот у нас взаимодействие с криптосом. Логин, пароль неправильный ввел. Увидел, что есть одноразовый токен. И увидел, что есть база данных, которая называется криптор. И меня не пустили, сказали, какой админ-админ. Ты что? Но мы имеем хорошее представление о том, как устроены веб-сайты. Откуда я знаю, как сайты устроены? Я курсы проводил по веб-серверу. Одно время Microsoft раздавал ваучеров на бесплатные курсы для хостинг-провайдеров. Ну и много студентов приходило бесплатно учиться. Ну что, бесплатный курс. А учебному центру, конечно, хорошо. Народ приходит, учится. И поэтому мне пришлось разобраться. Соответственно, и студенты, которые проходили эти курсы, разобрались. Как сайты устроены? Есть курсы и по Apache, и по веб-серверу. Мы знаем. Плюс к тому, что есть курсы по тому, как управлять веб-сервером, есть курсы по безопасности и по защите. Вот на курсах по безопасности, есть курс у нас называется «Атака защита веб-сайтов» по классификации Avastop10. Мы как сайты взламывать и защищать на этом курсе изучаем, что различные инъекции могут быть, поэтому вот про инъекции я знаю. А еще есть курс, подготовительный к курсу по хакингу, называется «Защита от хакерских атак. Certified Network Defender», где мы учимся конфигурировать системы обнаружения и вторжений. Если посмотрите, здесь в каком-то модуле написано «Давайте-ка настроим систему обнаружения и вторжений на примере снорт». И вот этот слайд – это конфигурационный файл снорта. Конечно, если вы на этот курс ходили, вы скажете «Знаем-знаем», «Узнаем-узнаем». Это наша конфига, наш конфигурационный файл. И вот теперь объединим два момента. Что вот пример конфигурации «Раз» в базу данных, запиши журнал, если это MySQL, пользователь с таким паролем, база данных, вот так вот называется. Конфигурация. С другой стороны, есть курс по безопасности веб-приложений, который я только что показывал, «Аваз топ-10», целая классификация. А тут есть инъекция. И здесь искусство состоит в том, что инъекция – это, конечно, хорошо. На курсе мы десяток примеров, а то и два десятка примеров различных инъекций посмотрели. Но инъекций очень много. И они бывают не только в тех примерах, которые мы успели на курсе разобрать. В одном заголовке, в другом, в третьем. Но когда у вас есть за плечами опыт нахождения инъекций в 20 случаях, может быть, вам уже в следующей легче инъекцию найти. И в чем здесь оказалась инъекция? Здесь оказалась инъекция в конфигурации. То есть не какая-нибудь там такая инъекция классическая, которую мы проходили. А инъекция даже чуть-чуть смешная. Что мы отправляем запрос, отправляем наш админ-админ, а потом, когда говорим, что вот база данных – криптор, мы же помним, что конфигурация, например, вот так вот выглядит, да? Вот здесь вот мы пишем, продолжаем разговор. Точку с запятой ставлю и пишу. А теперь давай хост не тот, который у тебя в конфигурационном файле, а хост, который мой. Вот 1666, к примеру, это мой хакерский IP. А это порт моего MySQL. И что будешь делать? Ну, опять-таки, мне же бесплатно. Я просто вот такую инъекцию попробовал, а сам смотрю, что будет происходить. И знаете, что увидел? Увидел, что криптор ко мне подключается к моему вот этому IP-адресу на этот порт и обращается ко мне, говорит, здравствуй, SQL-сервер. А я не SQL-сервер. Но я знаю, что такое TCP-дамб. Потому что есть курс по межсетевому взаимодействию, где мы первым делом изучаем, как трафик сниферить. Что ли он называется, да? Межсетевое взаимодействие. Любое изучение начинается с того, что давайте научимся тому, что такое IP-TCP, и научимся сниферить трафик. Вайершарком, другим снифером. Ну, я, естественно, посниферил и увидел, что ко мне обращение идет. Но, когда идет обращение, я знаю, что обращение идет к сиквелу. А сиквел – это SQL. Вот Федор Самородов, он специалист по SQL. Он читает курсы по сиквелу. И прямо вот очень много курсов по сиквелу есть. Вот даже сертификация есть. Туда приходите. Вас будут учить, что нельзя так просто взять и к SQL подключиться. Вот у меня тут тоже сиквел установлен. Я вот открываю этот SQL, и мне SQL сейчас скажет, ты кто такой? Говори пароль. Видите, да? И когда с сиквелом есть взаимодействие, всегда нужно в этого пользователя аутентифицироваться. И вот я усниферил трафик, увидел, что ко мне криптос обращается, и запустил метасплоид фреймворк, который в себе содержит модуль на получение этого пароля. Но пароль не в открытом виде передается, а в хешированном виде, и хотя бы хеш получу. Если вы не знаете, что такое метасплоид, то ко мне на страничку зайдите, на сайте специалиста, и здесь вот архитектура, основные возможности метасплоид фреймворк. Мы тоже как-то собрались, и я даже не 45 минут, а целых полтора часа рассказывал, что такое метасплоид фреймворк, как он настраивается, какие там эксплойты, чтобы на курсах потом не рассказывать. Вот и сейчас мне этот метасплоид пригодился, запускаю прослушиватель, прослушиватель мне сообщает, что криптос машина пыталась аутентифицироваться на мне, думая, что я сиквел, я же инъекцию сделал, и прислала вот такой вот хеш. Но на курсе по хакингу у нас лейтмотивом идет в теме взлома системы взлом паролей. Даже если я программу курса посмотрю, где у нас тот хакинг системы, о, взлом паролей, да, давайте учиться пароли ломать. И, конечно, мы знаем множество инструментов, которые пароли взламывают. в Kali Linux есть John Reaper. Такая утилитка, любые пароли умеет взламывать. Если есть хеш, который достали. Ну, если хеш, они там другие инструменты, а если есть хеш, John Reaper поможет. Кстати, может даже и Metasploit так тоже умеет. Ну, я Джон Reaper использовал, и вот видите, запустил Джон Reaper с параметрами, которые изучали на курсах, да и в мануале, даже на курсе надо ходить, чтобы синтаксис Джон Рипера изучить. И вот, видите, какой пароль у сиквела. Что делать дальше? Мы знаем, что через инъекцию мы можем заманить криптос компьютер к нам на компьютер. Он думает, что мы MySQL и аутентифицируется в этого товарища. Естественно, мы должны уметь такой SQL установить. Ну, неважно, если вы хоть раз в жизни MySQL или MS SQL или Oracle устанавливали, то вы MySQL тоже установите. Если вы на курсе по защите от хакерских атак, по классификации Avast Top 10 ходили, у нас там этот MySQL уже был установлен. Можно даже ничего не делать. Взять нашу виртуальную машину, с которой мы учились, вот где наша вот BWAP уже установлен, а баги веб-аппликейшн, это и Apache, и MySQL. Ну, я, видите, новую машинку использую, MySQL установил. Я также худо-бедно умею управлять пользователями. И через phpMyAdmin создал базу данных, которая называется криптор, я в параметрах это увидел, создал пользователя, разобрался, как тут ее добавить, с каким паролем, и все, сижу, теперь готовый, с сиквелом жду. То есть, если сейчас ко мне кто подключится и будет аутентифицироваться в пользователя там, db-user криптонайт, у меня все готово. MySQL развернут. База данных есть, без таблиц правда, но есть. И пользователь с тем же самым паролем. Сижу, жду. Никто не придет. Но я знаю, как сделать так, чтобы пришел. Повторяю инъекцию. Инъекцию повторяю и прям в вайршарке вижу select юзер нейм пароль где админ и хэш такой вот select вайршарке приехал. То есть машина криптос ко мне обращается и делает такой запрос сиквел ты же меня узнал это я db-user криптонайт мой сиквел говорит да-да-да это ты чего тебе надо и он мне говорит из базы данных криптор добавь мне доставим мне юзер нейм пасворд где юзер нейм админ и пароль а это как вы догадываетесь md5 хэш от админа а у меня нет такой таблицы нет у меня таблицы юзерс и полей нет но зато есть курс как создать базу данных а там таблицы вы скажете какой курс о чем вы говорите я уже ходил на курс мне научили читать мануалы мануал читаем там все написано как создать нужную таблицу вот я создал нужную таблицу insert into все на сиквеле поговорил и после этого делаю инъекцию криптос ко мне приходит на мой компьютер обращается аутентификацию проходит все хорошо а у меня таблица готова а там столбцы готовы админ админ присутствует все прекрасно вы проверку прошли и сообщает веб-сайту что все хорошо вот я в систему захожу прикольная инъекция да реально такая была на криптос вопрос задавайте информация это другой разговор мы уже шестая часть а до этого были части где я более детально рассказывал о том что есть такой сканер nmap называется а вот nmap может в версии определять давай-ка определим 10 какой-нибудь там 5 или сколько там 10 10 10 144 на 80 порту что там он скажет там апача такая-то а сиквел какой-то тоже то есть это вот тоже определяется вот видите там есть то есть это через перечисление я догадался что там майский но это только первый этап я только в систему зашел а мне система говорит ну что давай чего-нибудь зашифруем мне не надо ничего шифровать нет зашифруем и все и все и все только зашифруем а потом расшифруем и все да вот я такой криктос и как же я тебя взломаю ну как хочешь я умею шифровать дай мне урл какой-нибудь я его зашифрую а расшифруешь нет обратно не расшифрую пока сайт в разработке шифрование написали расшифрование еще не написали ну совсем интересно тем не менее я выполнил атаку на крипто систему потому что криптос мне предлагал два варианта шифрования аес и rc4 а я очень хорошо разбираюсь в аесе и в rc4 потому что у нас есть курс по шифрованию и я как раз его провожу приходите мы вас научим чем аес от rc4 отличается кто-то уже ходил конечно теперь хорошо это отличает и здесь уже поскольку вы имеете такое представление вы очень хорошо представляете что rc4 это по сути ксор ну а если это ксор значит он при шифровании повторно выполняет операцию расшифрование ну а если это ксор вот моя идея давайте я сделаю такой сайт я же умею сайты делать я же ходил на курсы по развертыванию веб серверов и криптосу скажу у тебя есть файл который тебе криптосу доступный на твоем сервере вот возьми его зашифруй а потом этот шифрованный файл размещу на своем сервере и прикажу криптосу взять шифрованный файл уже с моего сервера и еще раз зашифровать но не по аесу по rc4 тогда я смогу расшифровать любой файл в системе криптос ну почти любой который криптосу доступен понятная идея какая я схвачу запрос в том же самом прокси сервере потом запрос правая кнопка send to repeater и здесь я могу манипулировать параметрами как хочу да вот отсюда буду выполнять действия и когда зашифровал один раз получил результат на свой сайт перемещу со своего сайта еще раз зашифровал и расшифровал конечно я так делал но согласитесь хорошо уметь вот так вот запрограммировать были бы мы программистами на питоне или еще как-нибудь мы бы эти запросы бы запрограммировали бы и не надо было нам мучиться копировать вставлять мы бы определили один запрос другой третий потом скриптик запустили и только покажите какой файл вы хотите и он нам тут же его забрал тут же на веб-сервер поместил тут же второй запрос тут же расшифровал тут же показал удобно конечно удобно но что вам дольше вручную так выполнять операции или скрипт написать ну кому как я скрипт написал поэтому мне совсем хорошо и начал я исследовать файлы и вот исследовал файл увидел что у криптуса есть файл который называется SQLite testpage смотрю и что тут написано написано удалите вот этот php файл он плохой и еще что-то там уже сделано они молодцы я хочу прочитать содержимое этого файла раз они его боятся и собираются даже удалить какой он небезопасный но дело в том что этот php так просто посмотреть не могу ну вот так не могу результат могу посмотреть а сам код посмотреть не могу начал думать как же мне php код посмотреть и выяснил что оказывается php а специалисты есть курсы по php приходите выучить и php имеет достаточно большой мануал такой большой что даже курсы есть и вот если читать изучать php там есть рэперы керц обработчики они предоставляют доступа к различным потокам ввода вывода а есть среди них один который php input называется и вот это такой поток для чтения который позволяет читать необработанные данные из http запроса а есть еще php фильтр тоже один вид обертки это не важно это программистские фишки важно то что этот php фильтр имеет уязвимость какую аккурат такую же которую мы изучали на курсе по атаке и защите веб-сайтов по классификации ават топ 10 если вы ходили на этот курс вы вспомните вот этот вот пример вот что есть локальное включение файла и лабораторную работу делали где это было да вот сейчас будем control f lfe local file inclusion вот вот оно вот такое да и даже выполняли сами атаку и может быть даже узнаете слайды с нашего курса но что вы думаете такое локальное включение файла только в нашем учебном специальном стенде может быть нет не только вот php фильтр точно такое же локальное включение файла и точно так же как мы умеем эксплуатировать локальное включение файла на нашем уязвимом стенде на курсе который мы использовали мы можем использовать это в php фильтр информация не секретная пошли один сайт другой почитали вот так можно сделать вот народ пишет как эксплуатируется такая уязвимость вот сейчас сайт откроется что-то типа такого будет ну конечно эту атаку проворачиваю содержимое файла читаю прочитал прочитал и вот тот самый php файл который нужно удалить страница выполняет запрос к базе данных что-то там с ним делает книжки какие-то а что здесь плохого можете вы посмотреть и сказать чего же они боятся почему надо удалить этот SQLite php что в нем плохого но выполняет запрос к базе данных ну принимает параметры от пользователя что не так хэш не такой нет дело в том что то что мы передаем вот в book id от нас гет запросом принимается и дальше напрямую попадает в селект выполняется и выполняется без всякой фильтрации соответственно я могу делать что SQL инъекцию вот он наш курс атака защита веб-сайтов вот у нас про SQL инъекции отдельный разговор был а когда курс по хакингу мы тоже изучаем безопасность веб-приложений и там даже отдельный модуль про SQL инъекции вот курс по хакингу в довершении ко всему давайте SQL инъекции изучать дополнительно вот тоже попрактиковались конечно я знаю что такое SQL инъекции но они не только на наших учебных веб-серверах не только вот такие они бывают они бывают и в в других системах тоже но техники абсолютно те же самые точно такой же SQLite как у нас на курсе только теперь в той реальной системе соответственно применяю технику такую что эксплуатирую эту SQLite инъекцию и выполняю произвольный код есть такая вот такой набор всяческих скриптов для SQL инъекций для XSS называется payload code all things github совершенно бесплатно вы можете эту подборочку найти когда нужно что-то протестировать XSS SQA загрузка файла инъекция такая инъекция такая штука интересная есть что поизучать вот я ее поизучал нашел такую полезную нагрузку и выполняю SQLite инъекцию инъекция хитрая непростая она создает новую базу данных как файл но оказывается SQLite позволяет создать новую базу данных как файл с любым содержимым и сама по себе SQL инъекция в эту учебную базу мне не нужна это база данных с книжками типа такой которую вы будете изучать если пойдете на курсы по SQL вы придете на курс по SQL у вас инструктор будет учить как составлять запросы к базе данных с книжками вы будете учиться давайте найдем такую книжку которая лучше всего продавалась в прошлом году в каком-то там регионе и вот пишите select эта учебная база данных она не нужна но через SQLite я могу создать новую базу данных и не с книжками а как файл с любым содержимым и догадываетесь какое это будет любое содержимое а это будет PHP код а я потом обращусь на этот PHP и он выполнится в системе таким образом я это SQL инъекции перейду к исполнению команды я мало того что любые файлы на PHP посмотрел я смог еще и PHP коды внедрить вот таким вот хитрым селектом понятно где-то тут у меня играет прохождение криптос я говорю вот смотрите вот SQLite test page давайте я буду пояснять как я вот тут эти селекты как я этот привет медведь писал но это технические детали ориентир концепция в том что я создаю базу данных базу данных создаю привет PHP и в ней создаю таблицу привет медвед и в нее в эту таблицу медвед в базе данных привет пишу вот такое вот PHP а что сделает PHP а PHP список файлов PHP содержимое файла ну вплоть до исполнения кода ну вот смотрю результат чего хочу и увидел что в каталоге home есть пользователя пользователь которого зовут рендал да рендал там есть пользователь нет не тот рендал который мессенджер а рендал который пользователь ну тоже одинаково произносится и я вижу что есть этот пользователь ну а какие там файлы у рендала а у рендала какие-то важные данные крец txt крец all находятся и юзер txt тоже здесь уже рядышком я уже к нему подкрался но дай-ка я эти данные посмотрю и содержимое крец txt посмотрел она раз и зашифровано как зашифровано ну так это верительные данные а пользователь взял верительные данные не просто так в текстовый файл записал а зашифровал с помощью вим крипто поэтому она и сложная машинка поэтому что много шагов делать пришлось чтобы изламывать но мы же не скажем пользователю не шифруй данные мы не можем запретить а он вот видим запустил и с помощью этого же вима не только ввел пароль но и зашифровал другой стороны курс по криптографии он сопровождается модулем по криптоанализу но когда вы учились шифровать специалист по шифрованию вы еще и специалист в конце по криптоанализу и кое-какие навыки криптоанализу мы на курсе изучаем дай-ка мы этот пароль взломаем умеете вим крипт пароль взламывать ну в общем а смысл в том что это шифрование не секретно но раз не секретно значит читаем документацию по вим крипту пока не разберемся как вим крипт чего там где шифруют и соответственно написали скриптик по расшифрованию вот он логин пароль ура зашли и вот этот пользователь и вот получили доступ пользовательским данным но дальше смотрю как народ проходит машинку и вижу что практически все кто пробрались к машинке все ее порутали но редко кто не не повысил привилегии бывает так что добрался до системы вот пользовательские данные у нас в руках а чтобы взять администраторский контент еще больше надо мучиться но здесь чувствую что мучиться надо но не сильно потому что многие кто с этим с этой задачей справился значит другой тоже справляется но как мы привилегии повышаем есть несколько направлений в данном случае я выполняю перечисления и вижу что есть каталог криптос прям здесь рядышком ну зайдем сюда а в этом криптоси скрипт который от имени администратора создает веб-сервер на другом порту принимает запросы и исполняет ником и команды ну это явный вектор атаки какой-то сервис как бы нам с ним поговорить соответственно вот он этот скрипт который выполняет команды понятно что он делает и мы на курсы по программированию не ходили откуда мы что будем понимать но тогда зовите программистов зовите тех кто на курсе по программированию ходил хакер без программирования не как хотя бы на уровне десяти строчек это сам не хорошо я по образованию программист меня тема диплома разработка программного обеспечения для имитационного моделирования экологических систем а диплом с отличием конечно мне со своего уровня кажется что это легко ну раз мне легко значит и всем легко мне трудно оценить как вот народ приходит на курсы по программированию отучился как он выходит на уровень чтобы легко такой текст читать или не выходит но опыт показывает что выходит может вам кажется странно но ваши коллеги они посмотрят скажут что то все понятно данные получает и какие-то команды выполняет но проблема в том что он еще оценивает это выражение и если встроенные команды какие-то там лс пвд он их не выполняет ограниченный набор команд выполняет да еще и требует правильную цифровую подпись а если цифровую подпись не поставили то значит все ну правда как ставится цифровая подпись не секретно но вот приватного ключа у вас нет чтобы эту цифровую подпись поставить но ставится она не очень криптографически стойко ну а потом вот он и вал до выполняет выражение которое прислали после всех проверок ну как сможем осилить такой веб-сервис я бы не сказал что это легкая задача потому что чтобы с этой задачей справиться что надо сделать надо убедились что из реально есть веб-сервер надо прежде всего к этому веб-серверу нормально добраться а из ассаж умеет не только подключение выполнять он умеет и локальный проброс портов сделать те кто ходил на курс по анализу безопасности и тестированию на проникновение такой курсе всех 2 он наверняка вспомнит что мы решали лабораторную работу и в рамках лабораторной работы мы делали пивотинг проброс портов поэтому мы очень хорошо и ссш-туннель делать можем тоже но когда сделали тоннель мы хотим этот эвал эксплуатировать но изучали мы на курсе по атаке защите веб-сайтов эксплойт на печки вал а теперь у нас и вал на питоне это другой язык программирования какая разница какой и вал и там и там эксплуата есть проблема в том что его во первых эксплуатируется эта функция такая но есть еще более сложная проблема мало того что и вал опасной вот читаете статьи есть которые обсуждают в чем опасность и вала в том числе на питоне дело еще в том что и вал еще и требует цифровой подписи вот так вот нет это вот эта цифровая подпись это уже более даже сложная задача чем сделать такой проброс портов и чем сделать такой условий как сделать эксплойт понятно мы начитались сделали все это а как сделать цифровую подпись также вы увидели там еще проверка на цифровую подпись идет у кого-то есть идея как так сделать если мы знаем что цифровая подпись криптографически слабая но ключика у нас нет перехватить а кто пойдет через нас цифровой подписью опять инъекцию делать некуда делать инъекцию прокси поднимать а как заманить через прокси кого вы заманите через прокси кто пойдет на этот веб-сервер куда мы сами туннель еле-еле сделали не знаете как решил я посмотрел думаю а что это за прокси что это за подпись такая много ли ее этой цифровой подписи и обнаружилось что подпись то маленькая малюсенькая вот такая вот поэтому я беру готовый эксплойт ему чуть-чуть модифицирую добавляю брутфорс цифровой подписи вот так вот ну а что я хакер у меня времени много я запускаю эксплойт с этой брутилкой что если вдруг у тебя говорят плохая цифровая подпись ну плохая значит не получилось но вдруг у тебя получится подобрать цифровую подпись давай вот его генерируй и вдруг цифровая подпись подойдет ну запускаю пошел кофе попил вернулся как дела работаю не попадаю в цифровую подпись ну ладно пойду теперь чай попью прихожу смотрю попал о все запускаю скриптик я ему get root назвал говорит брути 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 и вот плохая плохая подпись какой-то момент хорошая подпись а exploit ну exploit уже описали его плохая шин открывается с ним уже разобрался он ушел мне открыл и тут пожалуйста рот приходит система скомпрометирована ничего себе как это так еще сложнее чем пользователя брать ну пользователя уже достаточно сложно было брать поэтому если хакер был достаточно квалифицирован чтобы пользователя взять он соответственно и до рута добрался поэтому примерно одинаковое число вот так вот была пройдена машина криптос но смысл и нашего обзора в том что не только мы вот так вот посмотрели как вот она идет это прохождение да и применение эксплойтов а в том что мы обозначили основные моменты и основные приемы практические приемы этичного хайфинга мы определили где они могут быть процессе взлома и где этому учиться видели как выполняется перечисление как инъекция конфигурацию произошла как мы получили их лишь пароля взломали потом сиквел подготовили перехватили запроса аутентификацию победили попали в криптосистему вспомнили что мы знаем о криптографии скрипты для атак использовали получили возможность читать файлы потом печки инъекции сквей инъекция по дороге в ингрид расшифровали а затем через сейш туннель эксплойтом на на питоновский скрипт повысили привели основные приемы обозначились как раз установленное время успели быстренько этого машинку посмотреть ну конечно я ее не один вечер играла на сложная машина но зато теперь хороший практически может быть есть какие-то вопросы хорошее время не задать а скрипт вопрос как с подписью бороться скрипт же определил что он делает и он описал мне четко что он будет эту подпись проверять и эта функция прям в этом скрипте было поэтому я на нее посмотрел и увидел что я взломать ее не могу но подобрать можно может быть и можно и взломать но мне показалось проще ее да конечно это это сложный вопрос и здесь поэтому если вы хотите детально так вглядываться то здесь вам вот такое прохождение надо смотреть здесь более детально объясняю и конечно это такие технические тонкости трудно взять вот сейчас я быстренько это объясню здесь у нас цель сейчас не как на курсе по шифрованию детально разобраться в тонкостях работы алгоритма или подписи сейчас смысл в том что если есть какая-то криптографическая часть но в данном случае подпись во первых такое направление очевидное традиционное это что сделать крипто анализировать ее взламывать но у хакера всегда под рукой второй способ не будем анализировать давайте методом грубой силы попробуем сбрутить иногда это бывает эффективнее вот в этот раз так помогло еще вопросы всех вопросов на семинаре не задать на курсе тоже не задать тем не менее сергей клевоген достаточно уникальное имя мы остаемся на связи остаемся в контакте находите меня социальных сетях фейсбук контакте одноклассники добавляйте друзья а если будут какие-то вопросы не стесняйтесь обращаться не стесняйтесь задавать всегда буду рад вас слышать всегда буду рад помочь на этом наша официальная часть семинара заканчивается всем спасибо за участие спасибо за доверие проводить ваше обучение и будем на связи будем в контакте всем успехов в применении полученных знаний и какая-то какое-то время еще осталось для неформального общения если еще есть какие-то вопросы те кто сейчас присутствуют на семинаре тоже можем пообщаться уже можно вопросы позадавать которые square а и